Меня зовут Олег Крот, представляю Ваше внимание, брифинг «Ставки сделаны». В пятницу американский рынок ударно отметил юбилей со дня серьезного падения в 1987 году. Как мы помним, тогда индекс упал на 22%, и пятничное снижение, я считаю, было больше эмоциональным в Америке. Какие причины этого эмоционального настроения? Ну, во-первых, давайте сразу на график перейдем. Формальным поводом явилось отчетности чуть хуже ожиданий по таким компаниям, как General Electric и McDonald's. И понятно, что когда две трети компаний лучших ожиданий отчитываются, то какие-то компании отчитаются хуже. В этом ничего удивительного нет. Все 100% компаний не могут отчитаться с лучших ожиданий. Поэтому этот повод скорее формальный. Ну и встречи Евросоюза тоже считаю повод формальный, потому что ничего особенно там конкретного они решили, что сейчас не должны были, так как это, до свидания, промежуточное. А вот с точки зрения графика здесь видно, что многие пытались зайти в позицию вот с этих уровней в расчете на пробой вот этих хайов, быстрые. Но когда пошли продажи, соответственно, этим товарищам пришлось закрываться уже здесь, здесь. И поэтому это падение получилось таким более эмоциональным, так как оно проходило от уровня. Наши трейды, вы помните, здесь покупали, здесь мы фиксировали прибыль, потому что не ждали, что с первого захода сразу этот уровень будет пройден. Сейчас это краткосрочные трейды. Долгосрочные позиции мы удерживаем. И сейчас будем смотреть момент снова для входа в ланге, краткосрочные по S&P. На текущий момент пока такой ситуации нет. Сейчас ночная торговля для американцев идет. Что-то здесь разворотного я чего-то разворотного не вижу. Ну, понятно, что с любого уровня рынок может развернуться, но красивых ситуаций модели пока нет, как это было вот в этой точке. Поэтому ждем, что здесь будет происходить дальше. В целом, несмотря на такой довольно-таки серьезный откат, тренд наверх пока в силе. Какие-то серьезные сомнения в его истинности могут возникнуть, если будем проходить вот эту зону 1490 вниз. Вот тогда будет ситуация уже для долгосрочного такого тренда неприятная. Пока движение происходит вот в этой зоне, над уровнем предыдущей проторговки, то все спокойно. Просто здесь распиливают игроков, которые работают на эмоциях, а не на каких-то паттернных сигналах. Так, вот такая система по S&P. На этой неделе будет размещение трежерис, поэтому какое-то давление это может краткосрочное на S&P оказать. Ну, момент входа может быть довольно-таки в ланге краткосрочное довольно-таки неплохой на этой неделе, поэтому будем этот момент отслеживать. По нефти. Ну, с нефти я уже, помните, вчера говорил, что после того, как вышли из коридора 113, то здесь ситуация пока неопределенная. Надо смотреть, как будут развиваться события. С точки зрения, скажем так, такого классического трейдинга, то в обед здесь 19-го числа, в пятницу было видно, что мы никак не можем пройти уровень 113 наверх. Вот, поэтому моменты там и для шорта были. Но мы здесь пока не торгуем по нефти. Смотрим варианты для каких-то серьезных движений. Такие варианты могут появиться после американских выборов. По золоту вопрос, куда может золото откорректироваться. Но на самом деле золото может откорректироваться вплоть до этих уровней. Фактически легко может откорректироваться. Здесь ничего этому тоже не мешает. В идеале, конечно, все-таки удержаться вот в этой зоне. В идеале для того, чтобы там наверх идти. Но вполне можем откорректироваться сюда, потому что золото очень часто такие проливы бывают с быстрым выкупом обратно. Поэтому наш стоп, как вы помните, находится вот в этой зоне 1660. По безубытку будем закрываться. Ничего здесь не поделать, если рынок сюда выйдет. А пока, пока считаю, что до 1680-1690 коррекция легко может быть. И если поделиться долгосрочно, то к этому надо быть готовым. По евро говорили мы о том, что будем делать покупки в зоне 1.30, если рынок сюда выйдет. Вот в принципе, как раз такая ситуация произошла. Вышли мы в эту зону, стояли, не могли вниз пройти. Поэтому краткосрочно здесь мы небольшую позицию открывали. Но пока небольшие, потому что на этой неделе будет, как я уже сказал, размещение трежерис. И в принципе, вокруг этой зоны мы можем какое-то время походить. То есть не пойдет сразу движение наверх, там мощное. Поэтому начальная позиция открыта, а там дальше будем смотреть, как рынок себя будет вести. Стопы ниже 1.29, довольно-таки там большие стопы. Но движение наверх тоже там может быть 1.32, 1.33. Поэтому, учитывая, как евро стабильно отреагировало на заседание Евросоюза, это говорит об его силе. Так, по нашему рынку. Наш рынок сейчас находится на грани. Но уже не первый раз это происходит. В пятницу мы говорили о том, что движение наверх будет непростым. Будут постоянно откаты, серьезные откаты могут быть, коррекции. Вот как раз сейчас такая коррекция прошла. Практически, сведя на нет, этот вынос, который был на прошлой неделе. Что дальше? Дальше здесь этот уровень поддержки 1450 сейчас обрабатывается. Пытаемся мы его отстоять. В целом по индексу, в целом по нашему рынку, по-прежнему считаю, что стоит держать в лангах не более трети портфеля пока. То есть сильно позицию не увеличивать. Так как из коридора, который здесь сформировался, мы пока не вышли. Его проторговываем. Ну и, соответственно, позицию лучше набирать по тренду на откатах. Поэтому, если нет позиции сейчас вообще, то можно на часть портфеля позицию открыть не больше, чем на треть. Если позиция есть, то увеличивать ее сейчас пока не стоит. Потому что рынок в целом выглядит не... Скажем, что он сильно выглядит, я бы сказал даже наоборот. Поэтому тренд наверх, если он начнет происходить, то он будет происходить очень тяжело и непросто. Что мы сейчас наблюдаем. Так, ну и конкретно по акциям. По Газпрому. По Газпрому считаю, что серьезный уровень 150. Вот, если позиции открыты, то ниже 150 их надо будет закрывать. Если позиции не открыты, то вот в этой зоне, над уровнем прошлой проторговки, можно на часть портфеля открывать ланги со стопом ниже 150, но часть небольшой пока. По Сбербанку, здесь ситуация похожая с Газпромом. Тоже мы находимся над определенным уровнем. Точнее, даже на нем находимся 93. Поэтому здесь позицию тоже, если открывать, то небольшую. Стоп ниже вот этой зоны проторговки, ниже 91. Если будем закрываться, часами ниже 91 этого уровня. По норникелю. Краткосрочные позиции пока лучше не открывать по-прежнему. Долгосрочные, можно удерживать. Стоп ниже 4700. По локойлу. Вчера вот говорили, что здесь можно не спешить. Еще раз локойл попробует этот уровень оттестировать. Сейчас это происходит. Если в течение ближайших двух часов с этого уровня будут формироваться разворотные бары в лонг, то тоже здесь можно как-то срочную позицию открывать в лонг-стоп ниже 1910-1905. Где-то вот эта зона. Все позиции, которые говорю по акциям, это не значит, что купите все акции на тех уровнях, которые я назвал, с этими стопами, чтобы там получился целый портфель или даже с плечами. На самом деле я просто называю варианты. Вы сами выбираете из вариантов, какие вам больше нравятся. Ну и, соответственно, позиции открывать на часть портфеля, не на весь. В целом, если брать весь портфель. Роснефть. Сбеку BP одобрила. На 27 миллиардов. Там часть оплата акций, часть деньгами. Как мы видим, Роснефть, несмотря на коррекцию, по факту, выглядит довольно-таки неплохо, так как уровень 213 удержал и сейчас его тестирует. Поэтому подъезды лонговые, которые с этих уровней открывали, пока можно удерживать. Стопы здесь под уровнем 210. По ВТБ. Ну вот ВТБ это единственное, кто меня так как-то неприятно удивил, скажем так. Такого сильного отката есть не ждал, но откат произошел фактически на уровень нашей покупки. Поэтому смотрим, как здесь будет дальше ситуация развиваться. Если будем проходить вот эти уровни, 5.35, там надо будет спадиться, выходить. Потому что текущий рынок, он чем характеризуется? Здесь либо открывать позицию с очень большим стопом. График МВГ еще раз покажу. Либо открывать позицию с очень большим стопом. Так, это какой-то у меня глюк с графиком с квиком сейчас небольшой. Но вот стопы очень большие должны быть, ниже уровня, 1400 как минимум. Так, сейчас, минутку. Сейчас снова перегрузим. Так, небольшая остановка. Сейчас я квик перегружу. В общем, вариант 2. Либо открывать позицию с очень большим стопом для того, чтобы в этой мелкой пиле не распилило. Либо второй вариант, это открывать позицию на откатах и стоп выставлять небольшой. Но ни в коем случае сейчас не работать на пробоях. Потому что, ну и соответственно, после этого классический вариант стопа. Это под уровнем диапазона, потому что такие стопы будут постоянно вышибать. И они будут довольно-таки большими. Поэтому такая схема работы, она сейчас не подходит. Поэтому мы вам предлагаем варианты либо удержания на части портфеля долгосрочной позиции с относительно большими стопами. Либо второй вариант, сейчас, минутку, это второй вариант, это большие стопы на часть портфеля, здесь все, на маленькую. Такие варианты, они в пиле, который сейчас происходит на нашем рынке, они принесут меньше всего убытков и позволят встать в среднесрочный тренд. И, соответственно, на этом уже заработать. Ну вот график я сейчас показываю. График ММВБ показываю. На самом деле, график очень неприятный. Многим трейдерам, кто торгует среднесрочные тренды, такой рынок очень не нравится. Но с этим ничего не поделать, рынок есть рынок. Вот август, как вы видите, такая довольно-таки, ну если говорить про среднесрочный трейдинг, мелкая пила. Любые стопы в этой пиле бы вышибались. Единственный способ не потерять здесь, это было ставить стоп под этим фракталом. Ну и второй вариант, это в этой пиле на движение к нижней границе диапазона входить. Ну и, соответственно, если какое-то пробитие там выходить, здесь стопы были бы очень маленькие и серьезных проблем бы это не принесло. Что, в принципе, мы и делали. Сейчас ситуация в октябре, она похожа. Разница лишь в том, что волатильность немножко увеличилась. Но в целом по-прежнему происходит то же самое. Весь 2012 год с точки зрения среднесрочного трейдинга, он очень неприятный. Для меня, во всяком случае, за мои 17 лет работы это самый сложный год. Потому что пилы в течение месяца чередуются с резким выносом. И потом обратным уходом снова в пилу. Ну вот варианты на этих движениях, если вы придерживаетесь среднесрочного трейдинга, соответственно, меньше ряди заработать. Именно такие. Так, ну вот в целом идею еще раз рассказал. Ну и дальше к рублю. Рубль, такой вот раздел для него, где проходит падающий тренд для доллара и растущий это уровень 31.250 и 31.300 по-прежнему. Тактика, какая по рублю-доллару, еще раз повторю, это на движениях наверх открывать шорты. При движениях вниз их быстро фиксировать. Еще эту тактику, ну где-то больше недели назад я вам уже обозначил, ее надо по-прежнему придерживаться. Ничего из нового не произошло. То есть на каких-то выносах, остановках открывать шорты, потом при движениях вниз фиксировать. Когда, если рубль-доллар выйдет выше уровня 31.300, там будем смотреть уже другие варианты работы, а пока эта тактика, она сохраняется. По фьючерсу РТС. Грустная картина. Ну грустная тем, что не удалось с первого захода выйти из этого коридора, который здесь уже весь октябрь рисуется. Здесь есть определенная зона еще поддержки 1.47-1.48, от которой сейчас индекс пытается отбиться. В текущий момент я бы никаких позиций не открывал. Если позиции есть, которые с этих или с этих уровней набирались, то здесь пока стоп небольшой, их лучше закрыть, посмотреть, что будет дальше. Потому что рынок по-прежнему остается запиленным. В тренд ему так, если говорить о среднесрочных движениях, не удалось перейти. Ну и надо смотреть другие варианты входа. Потому что держаться за позицию, которая находится в зоне без убытка, там с небольшим убытком, можно выйти. В том случае, когда рынок не соответствует ожиданиям, лучше это сделать. И смотреть варианты входа там, где рынок уже будет этим ожиданиям соответствовать. Ну вот, в целом и все. То есть, в принципе, сначала, в середине этой недели может опять произойти разворот наверх. Но пока технических факторов таких серьезных нет. То есть, держим небольшую часть портфеля в лонгах. Ну и смотрим, как этот разворот будет происходить и где там добавляться. Пари все-таки головы и плечи рулят. На самом деле, как вы знаете, палка иногда стреляет. По моему мнению, головы с плечами не работают. Не работают в большинстве случаев. Но понятно, что иногда там в 10-20% случаев они могут сработать. Это вполне логично. То есть, если мы берем любой паттерн, даже самый неработающий, бывают периоды, когда он какое-то время работает. У меня был случай интересный. Я тестировал торговые стратегии. Нашел стратегию, которая зарабатывает в 90% случаев с соотношением 1,5-2 к 1. Очень был этому рад. Причем она работала на протяжении двух месяцев. Там больше 100 сделок было. То есть, довольно-таки так статистически значимая стратегия. А потом, это я все руками нашел. Когда я все это запрограммировал, то оказалось, что это единственный период на этой стратегии, когда она зарабатывала, на другом периоде был вертикальный слив. Поэтому, ну это давно у меня все было, потому что стратегиями я уже давно занимаюсь. И та же самая ситуация с головой и плечами. Если вы увидели какой-то один случай, который сработал, это не значит, что эта стратегия работает. По Северстали взгляд умея прежний. Давайте дождемся какого-то серьезного все-таки выхода над уровнем 400 и от тестирования его сверху этого уровня. Спасибо за внимание. Удачных трейдов.